Здравствуйте! Мы продолжаем обсуждать самые важные темы, которые касаются нашего полуострова. И сегодня у нас в гостях первый заместитель министра финансов Республики Крым Ирина Кивяков. Ирина Валерьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Я знаю, что сейчас на повестке дня вашего ведомства это бюджет, составление бюджета на следующий 2016 год. Расскажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас находится этот процесс? Действительно, бюджет разработан, одобрен на совете министров был 8 числа. В настоящее время мы готовимся к публичным слушаниям, то есть перед тем, как выносить закон на рассмотрение на госсовет, должны пройти публичные слушания. Мы публичные слушания назначили на 17 декабря в 11 часов 30 минут. Имеют право участвовать граждане Российской Федерации, студенты высших учебных заведений, профессорско-преподавательский состав. И мы ждем таких заявок. Имеют право все за два дня зарегистрироваться. И подать, если есть какие-то вопросы, то подать их в письменном виде в Министерство финансов за два дня. Но вопросы какого характера? Те, которые связаны с повесткой, с перечнем вопросов, которые будут рассматриваться на публичных слушаниях. Как раз хотелось бы рассказать об этих вопросах. Первый вопрос, который мы осветим, это основные направления бюджетной и налоговой политики. То есть на 16-й год, какие у нас приоритеты в бюджетной политике, какие у нас приоритеты в налоговой политике. Но вторым вопросом понятно, что основные характеристики бюджета Республики Крым на 16-й год. Рассмотрим доходы, в том числе и объемы налоговых и неналоговых доходов собственных. И объемы межбюджетных трансфертов, которые мы планируем на 2016 год. Рассмотрим объем средств, которые направляются на расходы. Рассмотрим дефицит бюджета Республики Крым на 16-й год. Третьим вопросом мы поставили участие и роль исполнительных органов власти в оптимизации расходов бюджета. Ну и последний вопрос у нас подведения итогов опроса открытый бюджет. То есть он у нас уже идет в течение месяца, даже уже полтора месяца. Мы хотим уже подвести итоги, доложить, чем закончился наш опрос, какое количество участников было, какие мы сделали выводы из этого опроса. Поэтому готовы вот это все осветить. То есть у нас четыре основных вопроса на публичных слушаниях. И это будут первые публичные слушания, да? То есть раньше такого не практиковали? Да, это первые публичные слушания. То есть мы их организовали с целью расширения проблем, чтобы люди понимали, какие есть проблемы, чтобы у нас появилась возможность общественного обсуждения проблемы бюджета, потому что раньше как-то не практиковалось такое общественное обсуждение. Мы пригласили членов общественной палаты. У нас при Министерстве финансов тоже есть общественный совет, есть коллегия. Мы всех членов и общественного совета, и коллегии пригласили. Пожалуйста, все, кто желают, приходите. Мы готовы рассказывать, разъяснять, презентовать. Надеемся успеть выпустить к этому даже брошюру по открытому бюджету для граждан, чтобы раздать уже на публичных слушаниях, чтобы люди могли посмотреть. То есть работаем в этом направлении. Так, а куда приходить? Где они будут? Публичные слушания у нас будут по адресу Пушкина 3 в 11.30, 17 декабря. А вот вы говорите, что надо преждевременно зарегистрироваться. Где это можно сделать? Это можно сделать на сайте Министерства финансов. У нас есть прямо отдельная там вкладка «Публичные слушания». Всех, кого интересует, они могут зайти, увидеть там закон, увидеть там все-все документы, почитать. То есть прямо заходят на наш сайт и видят эту вкладку «Публичные слушания» по закону о бюджете. Но вот вы также говорите, что наш бюджет, он сейчас в стадии разработки, да? Ну вот практически завершена эта стадия. Нет, мы бюджет уже сверстали, как Минфин. На Совете министров его рассмотрели. И в настоящее время он направлен в Госсовет и в Минфин Российской Федерации на заключение, есть такая терминология, заключение о соответствии бюджетному законодательству. Поэтому в настоящее время он находится и в Госсовете, и в Минфине Российской Федерации, рассматривается и там, и там. Ну, пока мы не можем полностью обсуждать этот бюджет, потому что вот он еще в такой стадии находится. Нет, почему? Мы уже можем говорить об основных параметрах. Уже можем говорить даже, и уже известно, куда, на какие направления основные будут направлены в следующем году. Мы уже все рассчитали, распланировали. Ну тогда расскажите нам. Мы планируем доходы бюджета в размере 66,9 миллиардов. Значит, налоговые и неналоговые доходы 23,9. Ну, то есть можно сказать, почти 24, так людям может быть проще. Это у нас 35% от общей суммы бюджета получается. А межбюджетные трансферты мы планируем 43 миллиарда, или 64% у нас составляют межбюджетные трансферты. Но если сравнивать вот с этими годами, это больше или меньше, либо это стандарт? У нас по, будем говорить о налоговых и неналоговых доходах, у нас рост. А по межбюджетным трансфертам есть некоторые особенности бюджетного кодекса, поэтому на сегодняшний день у нас их меньше. Сейчас объясню, почему. Не потому, что нам денег не дали, да? А потому что средства из федерального бюджета выделяются федеральным органам исполнительной власти, министерством. Они проводят конкурсы, участвуют в них регионы. И потом где-то, это обычно апрель-май, ну обычно это мы имеем в виду повод 2015 года, да? Нам добавляют еще средства, когда мы поучаствовали и определили объем. Поэтому мы в этом году и в мае пересматривали, и в августе мы увеличивали суммы вот межбюджетных вот этих трансфертов. И таким образом у нас их, если брать первоначальный бюджет, то было меньше, чем в этом году. А если брать тот бюджет, который мы имеем на сегодня, то у нас сумма уменьшена. Но, я же говорю, это технический вопрос, да? Потому что так построен бюджетный кодекс, что из федерального бюджета средства выделяются федеральным министерством. И уже целевые трансферты идут на наше министерство, и дальше они распределяются по Республике Крым. Ну, я так понимаю, что они просто вливаются постепенно, да? Не сразу. И вот из-за счета этих вливаний, да, и потом сумма увеличивается, но это происходит не сразу. Не сразу, да. Это просто время на это нужно, потому что в федеральном бюджете средства заложены, например, на министерство. Да, министерство уже сами распределяют в следующем году, но это по итогам конкурсов, которые у каждого свой порядок распределения этих средств. Министерство разные у федеральных органов исполнительной власти. Поэтому это и происходит чуть позже. Ну вот, а что касается сферы здравоохранения или социальной сферы, или образования, вот можно ли тут попроцентно бы хотя бы сказать, сколько куда будет? Можно сказать, да. У нас планируются расходы бюджета 86 миллиардов. Дефицит бюджета 19,3 миллиарда. То есть не хватает нам собственных доходов, да. Мы планируем привлечь бюджетный кредит Министерства финансов Российской Федерации на покрытие вот дефицита бюджета. Если говорить, куда мы направляем наши расходы, планируем. Самые большие наши расходы это на отрасль образования. 22 миллиарда, 25 процентов. Это выше, чем уровень этого года. Если говорить о здравоохранении, тоже 17,5 миллиардов. 20 процентов, удельный вес в наших расходах, тоже выше. Дальше идет социальная политика, 14,8 миллиардов, 17 процентов. Национальная экономика, это развитие наших отраслей. Вот в том числе часто спрашивают, где сидят дороги, например, да. Вот в национальной экономике, где сидят капитальные вложения, которые производит бюджет республики Крым. В национальной экономике. То есть у нас немножко поменялась сейчас терминология. Если мы работали 14-15 год, у нас бюджет был, ведомственная структура была расходов. То теперь у нас бюджет, он программно-целевой. То есть у нас есть программы развития отраслей и цели, да, которые должны достигнуть по исполнению этих программ. Поэтому мы в этом, в 16-м году впервые программно-целевой бюджет сверстали. Да, новая у нас поэтому появляется терминология, вот, которую я сейчас вот стала рассказывать, да. На здравоохранение, на образование, на национальную экономику. Потому что это те программы, которые действуют у нас в республике Крым. И получается, что эти программы, они нам позволят увидеть конкретный результат. То есть мы, когда их принимали, мы ставили в каждой программе цель, чего мы хотим достигнуть той или иной программы. И вот у нас уровень расходов программных составил 80%. Я считаю, что это хороший результат для первого года. Да, есть, конечно, вы можете спросить, как в других субъектах. Есть, конечно, субъекты, где и 94, и 96 расходов программных, да. Потому что они более, как бы, эффективны, эти бюджетные расходы в рамках программ, чем тот метод, который был у нас в 14-15, когда он был ведомственная структура, была расходов бюджета, да. Это более программное, как более передовое, более эффективное расходование. Не допускает оно каких-то нецелевых использований. Все будет более прозрачно, да. Кого интересует конкретная программа, открыли и будут видеть и у нас на сайте, и на сайте правительства исполнение. Плюс у нас еще с вами появляется со следующего года электронный бюджет. Это тоже общедоступный будет ресурс. На нем будет закрытая часть специализированная и открытая, в которую сможет зайти любой гражданин и посмотреть, что его интересует. Как раз-таки вот цифры отчетные, например, там за месяц, либо за квартал, за какой период, они будут в открытом доступе и тоже можно будет их там заходить и смотреть. Ну вот у нас год завершается. И вот что вы можете по результатам этого года сказать, уложились ли мы в бюджет 2015-го уходящего года? Действительно, год завершается, несмотря на ЧАЭС. Все у нас замечательно. Вот специально шла перед эфиром, посмотрела, думаю, какое у нас исполнение, ну, собственных наших налоговых и неналоговых доходов. Ну, приятно сказать, что у нас уже на 11 декабря исполнение 98% доходов. То есть чрезвычайная ситуация не помешала наполнять бюджет. Экономика по-прежнему работает. И мы исполняем наш бюджет, исполняем расходы. У нас на сегодняшний день исполнение расходной части бюджета Республики Крым составляет 88%. Ну, еще есть время, еще, во-первых, люди будут получать заработную плату, да, во всех сферах за декабрь месяц. Поэтому расходование еще идет, капитальные вложения, какие-то еще формы строительные закрываются, ремонты еще, крыш где-то происходят, дорог и так далее. Поэтому я думаю, что мы исполним и по расходам наш бюджет тоже. То есть можно похвалить работу ведомства вашего за этот год, вы справились с поставленными задачами. Это надо похвалить всех наших предпринимателей, промышленность, все виды, да, производителей, которых добросовестно уплачивали все налоги, да, поэтому мы наполнили бюджет. Это работа всего Крыма. То есть наше министерство это то, которое просто аналитически это все сводит, скажем так, да, а работает вся экономика Крыма. Поэтому это спасибо всем нашим крымчанам за хорошую работу и наполнение бюджета. Вот что значит объединяться, да, и добросовестно вносить налоги, платить налоги. Да, сразу появляются средства, люди видят, что у нас ремонтируются дороги, строятся детские сады, школы, то есть это все видно, да, это все на глазах у нас развивается наш Крым. Пусть процветает и дальше. Ну что ж, это замечательные слова и на них мы завершаем нашу передачу. Благодарим за то, что вы сегодня к нам пришли, ну а наш эфир продолжается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова